Брещане на пляж, как и рекомендуется правилами жаркого лета, приходят уже с утра. В этот период загореть можно, а обгореть сложно. Но нередко, особенно если период отпускной, отдыхающие остаются в зоне рекреации на целый день, прихватив с собой не только еду, но и горячительные напитки, которые мало того, что запрещены к распитию в общественных местах, так еще и одна из главных причин несчастных случаев. У нас 80% доходит до 80% утопления в алкогольном состоянии, и, соответственно, у нас после, ну, как говорится, пьяного моря по колено, поэтому трезвый человек, он реально соотносит свои силы и возможности. А когда человек начинает употреблять алкоголь, уже математическая прогрессия. Больше выпил, поздоровел, стал лучше плавать, можно куда-то заплыть перед кем-то. Особенно это же всегда происходит, сами понимаете, распитие спиртных напитков в компании. Ну и, значит, друг перед другом начинаются все беды, с чего происходят. А я могу вот так. Нет, ты не мой, это неправильно. Лучше так. И захватит заканчивается это все не очень хорошими моментами. На каждом из пяти официально открытых пляжей в городе над Бугом несут круглосуточную вахту спасателей. Они внимательно следят за тем, чтобы трагедии не произошло. Однако к каждому отдыхающему охрану не приставишь. К тому же далеко не все выбирают в качестве места для отдыха специально оборудованные территории. А между тем печальная статистика жертвы воды пополняется. По городу Бресту на данный момент с начала года у нас уткнуло два человека. Это мужчины такого пенсионного возраста. И причины – это алкогольное опьянение. К сожалению, это основная причина сейчас на данный момент несчастных случаев. Есть такая цифра 18 у нас по области. Это 18 человек, из них двое несовершеннолетних. И 14 человек из 18 – опять-таки это алкогольное опьянение, падение в воду и нарушение мер безопасности. Важный момент. Дети у воды должны быть под контролем взрослых. Ребенок не всегда может адекватно оценить ситуацию, да и просто заиграться. А вода баловства и пренебрежения не прощает. Самое главное, чтобы родители знали, где их дети находятся. Потому что дети обычно в своем уходе так, что, ну, сами понимаете, сами мы все выросли и знаем, что родители это запрещают. Но в то же время на сегодняшний день есть мобильная связь. Всегда можно проконтролировать, где этот ребенок находится и с кем, по крайней мере, он находится. Хорошо, если там в компании, где присутствуют взрослые, старшие какие-нибудь, даже если это брат с сестрой, ну, там, 15-16 лет – это уже какая-то надежда на то, что они, по крайней мере, не будут заниматься глупостями у воды.